Индекс Мосбиржи. Глобально находимся в диапазоне 3300. Локально идет восходящее движение с основной целью обновления уровня 3300. Да, по ходу этого движения могут быть откаты, но пока все это находится в рамках обозначенного диапазона, я бы особо не переживал. Также это можно рассматривать, вот эти откаты, как возможность присмотреться к некоторым бумагам по нашему паттерну. Северсталь. Очевидно, что бумага растет на ожиданиях, поэтому стоит учитывать пару моментов. Первый момент. Движение от зоны 1250 прошло без каких-либо проторговок, а это значит, что при малейшем негативе мы точно так же легко можем полететь вниз. Второй момент. Если пойдет такой откат, то ближайший уровень, на котором стоит ждать реакцию цены, это 1440. Третий момент. Если посмотреть более глобально, видно, что цена вышла из диапазона 1250-1440 и пытается закрепиться над ним. Поэтому, если движение вверх продолжится, попробуем присоединиться к нему от текущего боковика по нашему паттерну. Что нам нужно? Это импульсный выход и на плавном ретесте можно будет искать точку входа со стопом под эту проторговку. Основной целью, естественно, будет являться зона 1700. И еще один момент. Напомню, что я торгую по своей системе, не прогнозирую движение цены. Я жду ситуацию по паттерну и отрабатываю ее. Софтлайн. Здесь складывается ситуация по нашему паттерну. Есть зона 165. Есть хорошая проторговка под этой зоной. Есть хороший импульсный пробой наверх. Все, что осталось, это рассчитать диапазон для входа над промежуточным уровнем 156. Стоп в данном случае получится от 3,5%. Ближайшая цель движения – это зона 192. И основная цель движения – это зона 253. То есть потенциал движения 18-55%. Нет, это не значит, что после того, как мы протестируем данный уровень, мы сразу полетим по обозначенным целям. Нет, это займет какое-то время. Возможно, в процессе движения сформируется паттерн на разворот и придется закрывать позицию. То есть стоит учитывать вот эти моменты. Обращаю ваше внимание на элегантность и простоту этой системы. То есть есть точка входа, есть уровень стопа, есть цель движения. После входа никаких переживаний не будет. Более подробно о этой системе я рассказываю в нашем телеграм-канале. Все ссылки в описании. На ватэк здесь есть две идеи. Для ланга ждем пробоя уровня 1546. И на ретесте можно будет искать точку входа. Цель движения – это обновление ближайших локальных хайов. И основная цель, соответственно, зона 1757. Для шарта ждем пробоя уровня 1468. И также на ретесте ищем точку входа. Цель движения – зона 1330. Те проколы, которые мы видели, это не импульсный пробой. Это обновление локальных минимумов. Как отличить одно от другого, тоже неоднократно объяснял. Еще раз повторю, мы не предугадываем, куда пойдет цена. Мы строим план действий. То есть, если будет вот такая ситуация, то есть импульсный выход, затем пойдет какой-то плавный ретест, у нас будет уровень для ретеста, определенный диапазон для входа. Мы знаем, где поставить стоп. Мы знаем, какая у нас цель. Все, мы будем вот так входить. Если от стопи, да, ну, словим мы стоп там 3-2,5%. Ничего страшного. Если здесь сделка отработает, да, мы заберем там 10-15%. Вот как бы и все. Лукойл. Также ситуация по паттерну. После выхода из боковика 6700-6800 на ретест-промежутном уровне 6740 можно искать точку входа, да, диапазон для входа. Соответственно, в спекулятивный лонг. Даже от текущих цен стоп получится от около 3,5%. Цель движения – это обновление ближайших локальных хайов. И основная цель движения – это зона 7500. КАМАЗ. Складывается спекулятивная ситуация в лонг. Под зоной 200 мы видим хорошую проторговку. И все, что нужно дождаться – это импульсный выход наверх. И на плавном ретесте можно будет искать диапазон для входа. Стоп под ближайший локальный ло этой проторговки. Здесь он получится также около 3,5%. Вернее, от 3,5%. Ближайшая цель движения – это зона 229. То есть потенциал около 15%. Заранее в сделку, да, на ожидание вот такого движения заходить не стоит. Смотрите на вот эту шпильку, да. Вот, то есть она явно показывает, почему этого делать не стоит. Юж-Урал-Золото. Под зоной 6734 образовался хороший боковичок. И думаю, вы уже поняли, да, что по нашему паттерну нужно дождаться импульсного выхода наверх. Вот, и плавного ретеста. Пока этого не произошло, цена может болтаться в диапазоне 6132-6734. То есть лезть пока не нужно. Эталон. Бумага вернулась в диапазон 7699. Да, мы видим восходящее движение. Но пока оно в рамках обозначенного диапазона, трендовым я бы его не назвал. То есть неизвестно, сколько еще мы будем торговаться вот в этих рамках. Поэтому смысла пока лезть в эту бумагу не вижу. Сбер. Здесь сформировался новый диапазон 250-289. Вот, конечно, в его рамках можно торговать какие-то спекулятивные идеи, да. Вот здесь вот от боковичков на часовом таймфрейме и так далее, да. Но о направленном движении, то есть трендовом каком-то сильном, речи пока не идет. То есть так же, как и по эталону, да, неизвестно, сколько мы здесь будем чертыхаться в этом диапазоне. Поэтому ждем, как обозначится что-нибудь интересное. Что интересное? Нам нужна проторговка под зоной, да, допустим, для ланга, затем импульсный выход наверх. И на ретесте можно будет искать точку входа. Вот референс, как это выглядит. У нас есть небольшая проторговка, у нас есть выход, есть ретест. В принципе, если вы посмотрите старые записи, да, которые были на обзорах, я говорил, что ниже 258 можно все выкупать. Какая цель? Цель здесь была зона 277, по-моему. Вот этим движением мы ее обновили, вот, и обратно, вернее, расширили этот диапазон и начали опять торговаться вот в нем. Соответственно, пока мы торгуемся в боковике, ловить в бумаге какие-то движения не стоит. Газпром. Да, 18 января было хорошее сильное движение, но оно проходит в рамках небольшой проторговки 158-169, которая, в свою очередь, находится в более чем годовом боковике 150-185. Во-первых, пока не вылезли из глобальных рамок, да, я бы в бумагу не лез, так как неизвестно, уже в какой раз договорю, сколько мы еще здесь будем балдыхаться. То есть, посмотрите, перейдите на четырехчасовой таймфрейм, на дневной таймфрейм и посмотрите на график бумаги. То есть, где здесь какая логика покупки, какая логика продажи, ее здесь нету. Вот, есть рамки, мы в них и болтаемся. Здесь только какие-то спекулятивные идеи, там, интродэй, возможно, или еще что-то, но не как, не какие-то среднесрочные, обоснованные, да, и с планом достижения определенных целей, идей. Тут их нет. Во-вторых, если уж так хочется влезть в эту историю, стоит дождаться небольшой проторговки под уровнем 169, то есть небольшая проторговка, затем импульсный выход, плавный ретест, и можно будет присоединяться. Либо точно такую же ситуацию под уровнем 174. В обоих случаях целью движения будет являться зона 185. М-видео. Здесь сохраняется нисходящий тренд, и о подтверждении его разворота я бы говорил только после выхода и закрепления выше уровня 198. На данный момент не вижу паттерна на вход ни в лонг, ни в шорт, поэтому какие-либо идеи по М-видео я пока пропустил бы. Астра. Под зоной 522 образовалась хорошая проторговка, и есть хорошие импульсные паттерны. Пробой. И сейчас, как мы видим, идет ретест промежуточного уровня 515. От текущих значений можно искать точку входа. Стоп вариативный от 2,5% до 5,5%. Если хочется зайти понадежней, можно подождать импульсного выхода уже из новообразовавшегося боковичка. То есть сейчас не лезть, подождать, когда повторится такая же ситуация. То есть будет импульсный выход наверх, плавный ретест этого боковика. И, соответственно, можно будет присоединяться к этому движению. Цель движения здесь – это обновление хая на уровне 550, затем зона 651. То есть потенциал движения – это около 7-26%. Совкомбанк. После начала торгов на бирже бумага обозначила диапазон 12-32, 14-8-9. В коем пока и торгуемся. Для того, чтобы принять решение о входе в сделку, нам нужна проторговка рядом с одной из обозначенных границ. Поэтому пока просто ждем, как сложится эта ситуация. По САГРА под зоной 7000 есть хорошая проторговка, которая длится с сентября прошлого года. И на самом деле я очень жду, когда будет выход из нее. Почему? Есть тезис, что чем дольше длится проторговка, тем сильнее будет движение при выходе из нее. Поэтому периодически поглядываю на бумажку и жду, когда это произойдет. Причем неважно в какую сторону. Главное, чтобы перед пробоем была небольшая проторговка, боковичок, от которого можно было бы оттолкнуться по паттерну. То есть уже как не раз объяснял, небольшая проторговка, импульсный выход наверх и на плавном ретесте ищем точку входа. Все. Также хочу добавить, если будет импульсный пробой, но затем ретеста не последует, а бумага полетит дальше. Ну и пусть летит. Ничего страшного. Есть другие бумаги, в которых эта же идея может сработать. То есть тут это не аксиома, это паттерн. Это просто паттерн. То есть мы видели большое количество раз, когда эта ситуация повторялась. И на таком моменте ретеста мы входили в сделку и забирали поставленные цели. Просто нужно переключиться и искать другую идею, а не переживать, что в этот раз что-то не получилось. Иркут. Если вы пришли на рынок недавно, я бы рекомендовал вам воздержаться от каких-либо действий по данной бумаге. Так как она очень волатильна и как следствие здесь очень большие риски. Для любителей экстрима под зоной 92.55 у нас есть небольшая проторговка. Поэтому, как обычно, ждем импульсный пробой. На плавном ретесте к промежуточному уровню 90 можно будет искать точку входа. Цель это обновление ближайших локальных хайов. И основная цель это зона 162. Сигежа. Одна из бумаг, в которой в любом случае я бы воздержался от каких-либо действий. Почему? Любая новость здесь воспринимается гипертрофированно. Как следствие, никакие стопы не уберегут здесь от сквизов. Пока ставим бумагу в покое, пусть поторгуется. И желательно, чтобы про нее все забыли. И как только сформируется наш паттерн, можно будет к ней вернуться. Продолжение следует...